Номер 754. Событие дня. Евангелие от Иоанна 6, 53. Иисус же сказал им, истинно истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни за 5 января 2018 года. Вот специальный репортаж, тюник какой-то. Вот это вот. Ну, можете зарядить и посмотреть. Дальше еще посмотреть, кто есть подкаблучник, почему он вреднее самой смерти разовой. Ну и дальше я подвожу. Тут названия разные были. 1 Тимофея 5, 8. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. А то у меня эпиграф взятый к стихотворению, кто отрекся от веры, хуже. Так такое дело. Быть христианином в России совсем нелегко, тем более даже с малюсеньким знаком протеста. На плаху потащит епископ, насадит на кол, но чаще те казни, увы, посылаются вместе. И может подумать глухой и слепой обыватель, чего не хватало им, церкви все даже открыты. Так судят, в ком совесть и сердце подватой, кому идеал туалет, телевизор, корыто. И мечутся тени пустых при пустых обвинений, крадутся за теми, кто Библию взять вдруг посмел. Патриотизмом утрутся со стервенением, зарядят на входе у храма святой самострел. Не просто решиться семейные узы расторгнуть, против течения высадить, к берегу выгрести, а стая шальная попов и вчерашних порторгов плюют на святыню и гасят похлеще, чем вызвести. Всегда абсолютно во всем отвергать притязания, монашеских сказок из тонких видений во сне. Осленку, увы, не к лозе, к белине привязали. Приходится ныне пустыням в исламе краснеть. Подушно поборы с бесстыдством берут с прихожан, а они же пленены привязанностью к человеку. А если бы к Библии их приучили ее уважать, спасения в попах не искать, а в христовой опеке. Заступники тьмы, бестолковые, злющие бабки, из храма толкают и бьют костылем по спине. В тупых головах перевернуто, горькое сделалось сладким. Не пьющие могут в слепом фанатизме пьянеть. Ивангельская вера, как жупелом, поп их пугает. Грозится причастие всех непокорных лишить. С крестовым походом не с крестным зовет на поганых. И гнет под кривой патриарший аршин. И все же, насколько вернее успешней тому устоять, кто полностью сможет доверить Творцу Иегове. Авторитет безграничен и нечего пятиться вспять. Толпа попирает их в грязь и кресты им готовит. 10 января 2006 года. Кто есть подкаблучник? Тема. И почему он в рене самой смерти разовой? Это за 4 января было. Зарядите по-русски в Ютубе эти слова. Ну, что сказать? Я вернусь к этому. Вот, посмотрите. Вот я выставил это. И вдруг заходит... Я послал это содержание, содержательно опубликовал на своих страницах и на сайте. Это пишет Максим Степаненко. Он получил и сразу радости, радости, это коротко, радости он мне желает, содержательно. Вот и все. Вот только коснулось ей, пожалуйста, сайт к истине. Это, видимо, она как раз и пишет. Ну да. У него сайт тоже к истине называется. Только по-русски у него, по-славянски. И дальше. Юрий Соболев. Уже посмотрел, Игнатий Тихонович, дельный ролик весьма. Спаси Христос. Майхал Кальмаев. Совсем согласен, потому что на себе испытал. И до сих пор испытываю неубиваемое желание жены засунуть под свой каблук. Неугасимое, неукротимое влечение быть первой. И это на протяжении уже более 30 лет. У меня полвека. Борьба идет. Отвечаю. Все, что тут делаете, все хорошо. Но это я Новиковой говорю. Можете по годам не разбрасывать проповеди, я их по алфавиту ставлю. Зря не тратясь на поиск годов. То, что сохраняется на файлах, название, время, этого мне достаточно вполне. Говорю, неверующий поистине, то есть верит не так, как Евангелие заповедует, называя себя греком, пришел сюда, чтобы троллить и безобразничать. Иной цели у этого торгаша нет, и он этим довольствуется. У него нет даже намека на духовное рождение свыше. Злобный тип, восхваляющий греческий нацизм. А католичные до мозга костей, табакуры и мифотворцы, потерявшие лик нации, в самой Греции, как говорят греки, самих греков не более 17%. Остальные турки, грузины, русские и иные. Более неверующей нации нет на земле. А они совратили Никона Мордвина, пообещав тому чин Вселенского Патриарха, и раскололи русскую нацию. Веруя в мертвецов, ибо нигде нет таких косниц, и нет такого потока мертвых костей на весь мир, как, опять же, от сказочников греков. И вместо Евангелия от них греки при князе Владимире привезли Ладонда Лопаты, чтобы устроить на Руси пещерное христианство. И ныне бредят своими святогорцами, что Россия обязательно завоюет Стамбул, Константинополь, и отдаст его грекам. А сами они ни в коем случае воевать не будут. Да и нечем им сражаться, торгашам и табакурам. Курят священники и епископы, это у них в порядке вещей. Сколько там было переворотов в их царстве за новозаветную историю. И как они расправлялись с женами и с детьми свергнутых, кастрировали и терзали, как фока, свергнувший Маврикия. У греков нет в алфавите буквы Ш. И потому все имена и названия они нам переделали в крайне искаженном виде. Христос посреди нас есть и будет. Сегодня утром слушал события о днях, которые заменили мне все другие новости. политические каналы, это, видимо, Игнатов Сергей пишет, где говорилось об увещании нашего настоятеля, отца Николая, бывшего афганца. После этого он стал уклоняться от меня, ссылаясь на постоянную занятость, хотя внешне благорасположен. При нашей встрече с отцом Николаем и благощинным отцом Игорем, я попросил последнего благословить его на создание воскресной школы при нашем приходе, так как у нас теперь двое священников. Благощинный принял этого внимания. И еще скажу, как нам, называющими себя православными, далеко до вас, дорогой Игнатий Тихонович, живому примеру жизни во Христе, пробуждающим нашу совесть и просвещающим ум Словом Божьим. Мой знакомый из города Бахмут, Михаиленко Борис Семенович, как только поговорил с вами по скайпу, тут же поделился радостью от такого общения, на что я ответил ему словами отца Андрея Кураева о том, чтобы не разочаровываться, не следует очаровываться. Храни вас и ближних, Господь! Иван Артюшкин. «Мир вам, Игнатий Тихонович! Сегодня мне вернули книгу к истинному православию, которую я подарил одной прихожанке. Прихожанка эта из другого прихода. Сначала она пыталась мне вернуть книгу после прочтения обречительных моментов к РПЦМП, но я ее убедил прочесть без предвзятости, с молитвой и более усердным постом. Она согласилась, но сказала, что поговорит со своим духовником. Я понял сразу, что добра не жди». И вот через неделю она рассыскала через третьих лиц меня и отдала подаренную мной ей книгу. «Как быть теперь мне по отношению к этому человеку-то?» «Спаси Христос за ответ». Я отвечаю, «Так вам выбора-то никакого и нет, они уже сами это определили. Книга эта уже здесь на земле как бы подсказывает, расставляет по своим местам человеческое и божественное. Храни, что имеешь. Попам нужна паства глухая и слепая. Каковы они сами, давно уже тлеют. Эти люди ушли так далеко от истины, что даже и вообразить не могут, что истина еще жива». Юрий Соболев. «Понравилось, Игнат Тихонович, новая скайп-беседа. Смотрел тоже утром. Собеседник вас вопрошает об ангеле-хранителе. Вы отвечаете от слова». Интересно, но тут же возникает момент определенного противоречия писания и православной догматики. Так же, как и в случае с Пелиоком, по писанию католики правы. По догматике держимся православного обучения. Так вот, меня вопрос об ангеле-хранителе в свое время тоже заботил. А обнаружил ответ в свое время случайно в новом православном катехизисе. Это редакция митрополита Илариона Алфеева. «Там утверждается, что ангел дается при крещении. Но ваш ответ от слова мне понравился. Я такое ранее не слышал. И по-духовному. Я с вашим ответом испытываю большее внутреннее согласие. Спаси Христос». Ну, тут я заглавил будет ролик о разных неурядицах, с которыми православие срослось намертво. Наталья Чернова. «Смешал Господь язык всей земли». Земли или людей? Я отвечаю. «Людей на земле живущих-то». Наталья. «Получается, мы своим прогрессом строим опять Вавилон, уходя с земли в города». Я отвечаю. А Вавилон никуда и не девался. Он так и стоит. Разрушает его только Святая Пятидесятница сошествия Духа Святого. И притом только там, где водятся этим Духом Святым. Ну что, Вавилон все перестали понимать друг друга. Языки на речи появились. А Пятидесятница все соединила. Стали понимать друг друга. На разных языках заговорили. Наталья. Видео про подкаблучника посмотрела. «Спаси Христос». Стараюсь за собой смотреть и перед мужем сильно не квакать. Больше помалкиваю. Сергей Игнатов. «Слава Богу за все и за врагов тоже, которые в свое время окажутся полезными для души по благодати Божией. Я смотрел вчера и сегодня утром твои выступления о Греции. У Елена Митрофана есть манера приводить во множественном количестве ссылки на православные ресурсы. В интернете, за исключением ваших, без каких-либо комментариев к ним и противопоставляет их видеороликам, в которых участвуете вы. О мощах, экуминизме, благословению католических священников. Он смотрит, очевидно, все ваши видеоролики, но никогда не дал хорошего отзыва о них. Ничего себе. Если он даст это поражение для меня, он тролль. Он ничего не... Только приходит вчера, где занятия идут по Библии, и сразу уже начинает. Греки все пришли, все греки, апостолы, греки, у него все-таки греки, греки, греки. Ехал грека через реку, сунул грека руку в реку. Рак за руку греку, сап, ну вот повторяй быстро, с короговоркой. Я говорю, нигде таких неверующих нету, как греки. Не дал хорошего отзыва. Это положительно, значит. Раз он не дает, это на месте стоим. А если он отзывается положительно, это уже под сомнением. Я, например, не трачу время на просмотр того, что мне не по душе. Если нет цели, дать оценку увиденному или услышанному. В свое время я начал было считать книгу «Возвращение». Фрагмент, который вы дали на нашем чате, по изучению Библии. Потом я узнал, что и автор Кузерин Е из города Белая Церковь. Когда я в разговоре с ним по скайпу обратил внимание на сильные и слабые стороны этой книги, то оказалось, что чем-либо убедить его невозможно. Он, по его словам, руководим одним богом и не признает авторитет святых отцов церкви. Ну, еретик, сектант. У Митрофана вообще нет никаких письменных сочинений. Митрофан, давая свое введение вопросов православной веры, приводит в их подтверждение текста и сочинений святых отцов, создавая впечатление, что он владеет темой. Но системного анализа, поднимаемого вопроса, как это делаете вы, он не дает. В такую узор взгляда однажды допустил Сергей Ильин, когда привел на занятиях по скайпу выдержку из трудов одного из отцов церкви, вступил с вами в полемику и заявил, что вы якобы вводите нас в заблуждение. Он же и пригласил на свой чат Митрофана Елина, с которым у Сергея Пупкова и со мной был жесткий диалог по поводу необоснованных нападок на вас и агрессивной манере держать себя в эфире, прерывая на полусловие своего оппонента. В дальнейшем у меня были с ним личные разговоры по скайпу, где он держался миролюбиво, но всегда пытался доказать правоту своих суждений. Он вкратце рассказал свою биографию, что в юности носил длинные волосы, как хиппи, был уличным парнем, носил. Так у него и сейчас такие же. Похоже, что старый из молодости продолжает его хватать за горло. Его манеру держать себя в эфире на публике я объясняю это кавказским темпераментом. Что это такое кавказским темпераментом? Это никаких поправок не дает Библия. Библия для всех одинаковая. И желание выглядеть победителем в публичной полемике при отсутствии веских аргументов и глубокого знания вопроса. На первой встрече в чате у Сергея Ильина, который обратил его внимание на греческий национализм, Митропан стал доказывать, что Господь был римский гражданин и на заре по взятому на себя обету, что синодальный перевод Библии на русский язык выполнен с ошибками. Завязалась полемика, которая только увела ее участников от изучения Святой Библии куда-то в сторону. Так что мастер подбрасывает темы, вызывающие полемический раздор. На этом пока все. Простите меня, если пишу вам иногда что-то незначительное. Да хранит Господь данные тебе таланты. Твой недостойный сын во Христе Сергей. 5 января 18-го года. Андрей недоступ. Спаси Христос под каблучником. Вчера вечером еще посмотрел. Просмотрел перед сном. Очень назидательно. Наталья Чернявская. Хочу просто поприветствовать Игнатия Тихоновича. Не сразу поняла, куда попало. Когда-то смотрела Златоуса из Потеряевки фильм. И даже работая на ТВ устраивала коллективный просмотр этого фильма. Как он к нему относится? Я там сегодня ответил как относиться к нему. Фильда и фильм. Я к нему не отношусь, а там главную роль выполняю. Рустам Игнатий Тихонович, у меня не получается жить в православии не оскверняясь. От того, что не читаю Библию без толкования, внутри пустота, настоящие верующие христиане. Я таких не знаю ни одного ничего. С того времени, когда мы с вами общались первый раз по скайпу, это не изменилось. Из-за того меня тянет к старым друзьям выпить, покурить. То есть это уже не христианство получается. А до этого так говорил возвышенно, что меня теперь никак сатана не возьмет ни с какой стороны. Я укрепился теперь все. Я говорю, что толкованиями, тогда я не получаю вдохновение. Я считаю толкование как обычную книгу. И в этой связи из-за духовного голода у меня появляется кризис во всех сферах моей жизни. Во-первых, в душе. Кризис, слова, никаких слов нету здесь. Мертвые, значит мертвые, ничего там и нету. Я молюсь каждый день перед иконами, результат уже изложен. Кроме того, с крестом на шее меня не тянет души. Сатана, это уже одержимость бесовская. Сатана это и боится, ты ему потворствуешь. В храм я хожу, исповедуюсь и причащаюсь, но толку нет. Как жил в пустыне, так и живу. Но это эгоизм. Кроме того, с крестом на шее, как пёс на блевотину свою возвращаюсь, ему главное скинуть крест. Ну, что непонятно-то, что сатана обуял человека. До последнего держался, чтобы не звонить старым друзьям и результат. Я живу один уже много лет, мне надо жить Библией, иначе я погибну. Так как плавать в грязи я не смогу, как и многие православные. Помогите, пожалуйста, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, а то мысли приходит в голову снять крест и жить с Библией, как и раньше. Ну, что сказать, это всё время против креста. Советовать я не могу, но это признаки бесноватого. Признаки. Явные признаки беснования. Сатана боится креста и толкования. Помогите, пожалуйста, снять крест, жить так. Спасибо, что помолились, а стало легче. Вы правы, два раза мало, надо семь раз в день молиться. Безбожные люди, это материал, просто живое мясо на двух ногах, которое может в любой момент тебя подставить из зависти и жалость к таким самая большая глупость. Спасибо за ответы. Псалом 120. «Возвожу моих горам откуда перед помощь моя помощь моя Господа твою шаги бы землю не даст он поколебаться ноге твоей не воздремлет хранящий тебя не дремлет и не спит хранящий Израиль Господь хранитель твой Господь сень твоя справа руки твоей днем солнца не поразить тебя ни луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранить выхождение твое и вхождение твое отныни вовек Евгения Зуева Игнатий Тихонович посмотрела ваше видео про подкаблучников все верно вспомнила об историческом магметамине этот казанский хант был настоящим подкаблучником именно с подачи жены разорял русские земли интересно как несмотря на прежнее благодеяние московского князя Юлия Христианса был отрицательный опыт общения с женщиной поэтому он сказал что горше смерти женщина но опять-таки это его отрицательный опыт все женщины разные поэтому эту фразу никак нельзя принимать за универсальную истину он вообще говорит о женщине это не конкретно какое то тут как в конце концов если бы Версавия отшила его отца Давида и была верна мужу и Христиан может быть был бы иного мнения о женщинах ну уж какое другое когда через нее все мы умираем его вкусила мы смертные сделали и Христианс может было бы другого мнения под каблучником конечно нельзя быть но и палку перегибать в доминировании в той же степени нельзя в нормальных семьях люди друг с другом советуются конечно жена должна быть для мужа на первом месте как и муж для жены по сравнению с другими родными и друзьями и что особенно важно супруги должны покрывать эмоциональные сексуальные тактильные потребности друг друга тактильные вот еще какие об интеллектуальных я не говорю для этого есть разные хорошие книги хотя и с супругом поговорить на хорошие темы и узнать для себя какую-то мудрость приятно это вот я слышал еще в армии был когда вот жена где работает и про работу расспрашивает только начальник расспрашивает начальный класс преподает она будет говорить а такой-то такой-то сказал то есть она заново проигрывает всю жизнь а мне зачем слушать и глупости такие вот городят об интеллектуальных я не говорю видишь как а вот что меня задело так это то что вы назвали подкаблучником императора Николая II я считал дневники царицы Александры который описывает какие отношения должны быть у супругов это описание полностью соответствует праведности и святости описание ни одно место не приводит она и не знает видно а что муж ее любил про них говорили что все 22 года у них был медовый месяц название-то какое гнусное как Лев Толстой говорит медовый так это и есть райское состояние души какое райское о чем а без любви вообще грех ложиться с человеком в постель посмотрите пожалуйста ссылку ссылку посмотрел но еще там такого и нету объяснено вот пояснить на это дело то если бы вот писала она как верующая она бы понимала о чем я там сказал то говорит то не об этом царь Николай ведет войну развязал фактически то он войну мировой и погиб сам три монархии погибла австрийская там Германия где кажется Венгрия Россия зачем ему это надо было и с фронта он пишет не о войне ни о чем а также Алиса Алик Алик уже на краю на липочке держалась и все еще женой ну и был бы хороший семьянин никто не против но он же царь ему надо заботиться о всех я говорю ну что он что-то говорит почему Петр Первый такое не писал потому что он заботился собрать а этому разницы никакой не было сам себя погубил и других так такой был никакой но как вот по вере это был это был лучший царь да у других то и этого не было надо показать наши ресурсы немножко можно а тот мой мир где я в шапке стою у нас большое здесь тоже видео 7000 кажется 992 вот так 21000 фотографий ну вот показать дальше это 1600 тем наш православный форум вот кроме того у нас очень богатый в ютубе канал вот сегодня уже 10 миллионов 381 1627 просмотров подписчиков подписчиков если что так полторы две недели будет уже 11000 подписываются люди и дальше показать надо вот это во свете библии православный еврейский сайт наш что тут на нем есть и больше тут такого то ничего нету все на этом пока сегодня не Продолжение следует...